Кстати, я обратил внимание, когда читал разные географические справки, что вы начинали журналистскую карьеру в Тбилисском издании русскоязычным. Ещё я сделал вывод, что вы с грузинским не очень... Не сильно выражила тогда же. Почему так? Как так сложилось? Мне ставили пятёрку с тем, что у меня во всех остальных предметах было хорошо. А в семье говорили по-русски? По-русски, по-русски в основном, да. То есть... Понимаете, Тбилиси был же город такой, он микс, микс абсолютно, да, интернациональный. Атнические грузины и мать, и отец, или... С большими вкраплениями. А, замесами. И осетинские корни, армянские корни. А, ой, тогда совсем сложно. И разные ещё. Ой, если с осетинским, то это вообще очень сложно, учитывать взаимоотношения, ну, вот... Слушайте, вот когда я слажень там и жила уже там в юношеском периоде, да, я дожила 21 года там, там не было ничего вообще. Это потом вот началась эта истерия, антирусская, там, Кремль, тра-та-та, вот это всё. До этого вообще не было. И, кстати, у нас даже не было вот так называемого пятого этого, пятый пункт, еврейский вопрос. Я об этом узнала, когда переехала в Москву, уже взрослой девочкой, что здесь было, и что, допустим, должность или институт были недоступны кому-то. Ну, были квоты какие-то, да, я слышала об этом. Ничего похожего в Грузии не было. То есть грузинские евреи, ну, они абсолютно были ассимилированы, занимали большие должности. У меня в классе, половина класса были грузинские евреи. И мы отмечали еврейскую Пасху наряду с там православной. У меня были ребята-мусульмане в классе. У нас абсолютно не было вот предубеждения против хоть чего-то. И это было естественно, не было насаждённое какое-то... А вот вам пришлось... Смотрите, как они присмирели. Сидят такие, как порядочные ребята. Да, конечно, они сделали уже свои дела, что им не присмирить-то теперь. Ой, я не знаю, я бы их сама взяла бы и вот в сумочке так и вот носила просто. Ну, это же не вещь, я в сумочке... Нельзя, вот поэтому я их, собственно, и не заживу сейчас. А, кстати, вот насчёт предубеждений. 2008 год, когда закрывались грузинские рестораны, когда там Садальские другие ходили с баджиками, я грузин. Как-то отразилось это вот на вашей карьере, на ваших взаимоотношениях с кем-то? Нет. Нет? Почему? Потому что этого нет в среде, условно говоря, кинобомонда? Нет, конечно. Нет, мне кажется, у нас, знаете, семья такая одна. И кинобомонд или как индустрия мы пытаемся себя называть. И я думаю, что это самый открытый, самый демократический круг общения вообще. Вот эту социальную среду, если брать кинематографиста. Вот есть ещё, наверное, современное искусство, живопись и вообще искусство. Они тоже очень открыты, демократичны. Мне кажется, вот нет предубеждений. Театральные. У театральных немного есть интриги. В кино ещё и интриг меньше, что здорово. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. 24.